Дорогие соотечественники, мы переживаем один из самых сложных и трагических периодов в истории нашей Родины. Украина оказалась обманутой и ограбленной. Но даже это ничто перед горем, с которым столкнулись десятки украинских семей, потерявших своих близких по обе стороны противостояния. Украину предали, а людей столкнули лбами. Вся ответственность за это лежит на Януковиче и его ближайшем окружении. Мы, фракция партии регионов Верховной Рады Украины и наши однопартийцы, решительно осуждаем преступные приказы, приведшие к человеческим жертвам, пустой казне, огромным долгам, позору в глазах украинского народа и всего мира. В результате чего наша страна оказалась на краю пропасти, угрозы раскола и потери национального суверенитета. Любые попытки повлиять на ситуацию, переубедить президента не были услышаны. Миллионная партия фактически оказалась заложником одной коррумпированной семьи. Фракция партии регионов представляет интересы более 10 миллионов избирателей и более 1 миллиона членов партии. Партия регионов – это нормальные, трудолюбивые люди, которые любят свою землю, свой народ. Это промышленники, ученые, рабочие, врачи и учителя. Мы пришли в парламент для того, чтобы служить Украине и ее народу. Фракция партии регионов заявляет, что различия во мнениях, иногда различия в идеологии, не являются препятствием для совместной работы на благо Украины. Бывают разные взгляды, но цель у нас одна – единая, сильная и независимая Украина. Мы осуждаем бегство и малодушие Януковича. Мы осуждаем предательство. Мы осуждаем преступные приказы, которые подставили простых людей, солдат и офицеров. Но попытки тотального запугивания и самосуда, дестабилизации ситуации в регионах, неприемлемы в демократическом обществе. Уважаемые однопартийцы, я обращаюсь ко всем вам. Депутатов партии регионов Верховной Рады, областных, городских и местных советов. Ко всем патриотам нашей партии. Мы сделаем все для того, чтобы защитить вас и оградить от тех ошибок и преступлений, которые были сделаны на самом верху. Фракция партии регионов, которая сохраняет в своих рядах более 100 народных депутатов, продолжает работать на людей, которые нам поверили и на благо всей страны.